Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале. Сегодня ничто не предвещало дождь, но тем не менее он пошел, он начался достаточно интенсивный, поэтому я сегодня отправлюсь в Зара для того, чтобы примерить вещи, которые мне понравились. Все, что я вам покажу, я прокомментирую, но могу сказать, что буду собирать я свой образ сегодня на основе того, что на мне. А на мне сегодня белая футболка, джинсы и вот такой укороченный жакет. И чтобы те вещи, которые я взяла, сочетались с тем, что на мне надето, я, как вы уже, наверное, могли догадаться, возьму подобные вещи. Первая вещь, которая привлекла мое внимание, это вот такой жакет. Могу сказать, что у Зара появились очень красивые изделия, когда пайетки, либо какие-то украшения, например, бисеры, даже перья, нашиты на подобную полупрозрачную основу. Признаться, этот жакет очень напомнил мне мой жакет Гуччи, который также состоит из подобной тюлевой ткани, на которую нашиты буквы GG в виде кружева, но, правда, мой жакет имеет также подкладку, а в целом он очень тонкий и пластичный. И он примерно такой же по форме, как то, что я примеряю. Обращайте внимание на те размеры, которые я беру. Я беру их не случайно. Это мое убеждение, что на моей фигуре и то, как я одеваюсь именно в эти размеры, несмотря на то, что я классический итальянский сороковой, ни больше, ни меньше, думаю, что именно L, иногда XL, даже в женском отделе, это именно то, что мне подходит. Ну что ж, первый жакет меня не разочаровал. Рукав длинный, кстати, также у меня и на моем жакете Гуччи. И сидит он тоже примерно как мой жакет. Единственная разница заключается в том, что он слишком мягкий. Из-за того, что я взяла большой размер, также меня не очень устраивает горловина. Посмотрите, какой получается глубокий вырез. И, кстати, ворот слегка западает, опять же, из-за того, что этому жакету недостаточно жесткости. И могу сказать, что я всегда обращаю ваше внимание на то, что если мы покупаем недорогие вещи, очень часто их дефект основной как раз таки в том, что ткань слишком мягкая. Она как будто бы обвисает на тебе. Этот жакет очень красивый. Это скорее кардиган, чем жакет. Мне он понравился, но у него есть, повторюсь, два этих дефекта. Он слишком мягкий и в том размере, в каком он мне нравится, у него слишком глубокий вырез. Следующий жакет, пока он висел на вешалке, нравился мне меньше, чем предыдущий. Меня удивила высокая стоимость этого изделия. И могу сказать, что она оправдана. Это тот случай, когда ты в Zara покупаешь действительно очень красивую, хорошо сидящую, качественную вещь. Этот жакет как раз таки обладает большей жесткостью. Думаю, именно этим обусловлена его большая стоимость. Этот жакет на подкладке. У него очень красивая ткань, и он очень хорошо садится. Примеряю я его тоже в большом размере. И могу сказать, что в отличие от жакетов Mango, которые мне в груди маловаты, хотя, казалось бы, линия плеча достаточно широкая, Zara таким эффектом не обладает. И конкретно этот жакет мне очень понравился. Я считаю, что на скидках в особенности он достоин внимания. Эта вещь-инвестиция за небольшие деньги будет носиться, безусловно, несколько сезонов подряд. Кстати, подобный жакет, как я уже рассказывала, прекрасно будет дружить с любой верхней одеждой. Следующий жакет в мягком исполнении. Это очень плотная ткань. На подобные жакеты я также обращала ваше внимание. Я примеряю размер L, но на той вещи, которую я взяла в примерочную, отсутствовала этикетка. Поэтому этикетку я показываю, уже спустившись вниз, просто там, где она была на таком же жакете. Этот жакет тоже мне очень напоминает Gucci. Я обращала внимание ваше на подобные жакеты. Они без подкладки, как правило, но выполнены из очень плотной ткани. Это, как правило, джерси. Как правило, если это дорогая вещь, это будет стопроцентная шерсть. В менее дорогом исполнении часто это будет просто обычная вискоза. Обратите внимание на то, как красиво сочетается деним плюс белая футболка и красный цвет. Это может быть красный свитер, красный кардиган, в данном случае красного цвета жакет. Вторая причина, почему я унесла его в примерочную, заключается в цвете. Посмотрите, здесь стопроцентное совпадение цвета лака на ногтях. И такой цвет мне очень подходит, в том числе и в портретной зоне. И такой цвет, кстати, является большой редкостью. Это классический цвет, который я лично называю феррари. Эту вещь я рекомендую. Она выполнена из плотной ткани. Я думаю, что она будет держать форму. Также очень красивый цвет. Ну и третья причина, по которой я рекомендую, это узкий рукав. Рукав очень красивый на этом изделии. Кстати, по поводу не просто яркого цвета в портретной зоне, а именно того яркого цвета, который вам подходит. В моем случае это красный цвет и также цвет фуксия. Посмотрите, если вы не решаетесь на вещь такого яркого, насыщенного цвета, которая для вас имеет эффект фотошопа, обратите внимание на яркого цвета бижутерию. Ее сейчас в преддверии лета очень много. Это прежде всего различные крупные цветные стразы. И сережки, украшенные такими стразами, либо выполненные просто из пластика такого яркого цвета, который вам подходит, могут действительно очень вас украсить. Следующая вещь, которую я отнесла в примерочную, это пиджак версия кроп. И отнесла я его только потому, что мне захотелось показать вам универсальность такого кроя. Такой пиджак сейчас легко купить. Это жакет, который выглядит очень актуально. И он отличный от жакета Шанель, который очень часто в недорогом исполнении, из недорогой ткани, купленный в масс-маркете, имеет как раз-таки дефект обвисания. Ему недостаточно плотности. Подобный жакет, я была уверена, выполнен из вискоза. Такую ткань очень любит марка Луиза Спаньоли. И эта ткань очень похожа на лен. Но я ошиблась. В Zara все-таки более дешевая версия. Подобная имитация лена. И этот жакет на мне категорически мне не понравился. Здесь проблема, на мой взгляд, в рукаве. Рукав слишком широкий. Рукав слишком длинный. Он недостаточно изящно смотрится, на мой взгляд. И вообще, эта вещь лично на мне, мне показалась плохо скроенной. Кстати, обратите внимание, как некрасиво у меня выбивается футболка из подобного кроп-жакета. Я, кстати, это замечаю на себе уже не в первый раз. И могу сказать, что здесь, безусловно, нам боди всем в помощь. Либо черного цвета, либо белого цвета. Но скроб вещами, надевая что-то вниз, обращайте внимание, чтобы вот эти лишние складки, лишняя материя первого слоя не выбивалась. Это создает какой-то некрасивый, неаккуратный эффект. Ну и последняя на сегодня вещь, которую я отнесла в примерочную, это подобный, наверное, это тоже все-таки жакет. Могу сказать, что он привлек мое внимание исключительно потому, что такие жакеты я показываю вам всегда на рынках. Безусловно, в Zara он выполнен более аккуратно, красивый кант, аккуратная фурнитура в виде заклепок. И на самом деле в примерке эта вещь мне понравилась. Меня часто спрашивают, Яна, как одеваться в декрете, как одеваться красиво и стильно, когда ты катишь перед собой коляску. Вот, например, этот образ вполне удобный для прогулок с детьми, смотрится актуально. Так можно отправиться в том числе и в город, что называется, в люди выйти, выпить кофе. Ты действительно будешь выглядеть модно, ухоженно и тебе в такой одежде будет максимально удобно. Эта вещь мне понравилась. В этой примерке я ставлю ее на третье место. В Zara обычно очень интересная бижутерия, при этом она дорогая. Если выбирать красивую бижутерию, можно найти варианты подешевле. Но в Zara действительно есть очень интересные крупные серьги. Кстати, по поводу крупных сережек, если вы никогда не носили подобные, хотите заказать их онлайн, то очень хорошо подумайте, потому что эти сережки могут цепляться элементарно за вашу верхнюю одежду, точнее за воротник пальто, возможно капюшон, худи, либо ветровки, и это не всегда удобно. Мне очень понравились подобные балетки. Они на шнуровке, кстати, у меня были и, возможно, даже есть идентичные от марки Santoni. Интересно то, что некоторые марки, балетки, именно балетки, на подобной шнуровке выпускали уже лет пять тому назад. Это и Aqua Adzura, и Santoni упомянутая марка, и на самом деле у многих марок я встречала. И вот сейчас эти балетки стали популярными. И в Zara они мне понравились вот в таком красивом синем бархате. Эти лодочки я уже показывала как аналог тому, что предложила нам марка Prada. Я просто от себя лишь добавлю, что будьте аккуратны с подобной обувью, даже если она стоит недорого, она очень быстро снашивается. Вообще покупать такой вариант Prada я не вижу смысла, потому что носик оббивается просто за считанные часы. Из обуви мне также очень понравились эти сандалии. Я являюсь человеком, которому нравится, когда все в районе стопы блестит и переливается. Это в особенности красиво смотрится летом, в особенности красиво смотрится с легким, либо с интенсивным загаром. Эти сандалии я вижу прекрасно с джинсами подвернутыми. Я их вижу с абсолютно любыми брюками и также с любой юбкой, платьем. Мне эти сандалии понравились, вопрос в том, как они будут носиться. Также мне понравились эти лодочки, но в примерке они повели себя не так, как я хотела бы. Мне не понравился кант. Он на самом деле, когда уже обувь на ноге и ты смотришь на нее в примерке, этот ткан смотрится слишком пластиковым. И как следствие смотрится вся обувь слишком дешево. Хотя обувь удобная, мягкая, она не кожаная, тряпичная. Такая обувь обычно очень мягкая. Рядом стояли лодочки, точнее слингбеги, которые мне понравились еще больше. Мне понравился больше рисунок с кристаллами. И здесь, как вы видите, уже не эко-кожа, а здесь используется ткань для подобного канта. И в примерке конкретно эта обувь, на мой взгляд, повела себя гораздо лучше. Я люблю бейсболки, хотя вы редко меня в них видите. И в Zara я нашла очень неплохие базовые варианты, без всяких надписей. Джинсовые, кстати, очень красиво смотрелись бы подобные простые бейсболки с крупными сережками, которые тоже можно посмотреть в Zara. И единственным моментом является то, что это бейсболки, если будете вы заказывать их онлайн, они мягкие. У них мягкая тулья. И это, наверное, не подойдет тем, кто любит все-таки тулью как следствие жесткую и более высокую. Рядом висели другие варианты бейсболок с жесткой тульей. Видите, она более высокая. Это тоже не всем подходит, но некоторым нравится. Но здесь единственным моментом, на который стоит обратить внимание, это все-таки наличие надписи. Уже выходя из Zara, я увидела вот такую красивую юбку. Вы знаете, что я ищу себе в белом цвете. На самом деле, если бы Zara была белого цвета, я бы ее купила. Ткань с сатиновым блеском. Юбка выполнена идеально для своих денег. Действительно, она выполнена очень хорошо. И самое главное, у этой юбки актуальная длина. А именно, она длинная, эта юбка. Повторюсь, она была одна-единственная, висела на вешалке. И я не знаю, есть ли белые такие варианты. Но если вы ищете себе подобную юбку в черном цвете, могу сказать, что в Zara она действительно выглядит очень достойно. Ну что ж, мои прекрасные зрители, это все мои находки на сегодня в Zara. На этом с вами прощаюсь. Очень скоро увидимся. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока.